Обломки досок, груды строительного мусора. Уже больше месяца каждый день сотрудники Росгвардии помогают ликвидировать последствия разрушительного наводнения. За это время расчистили более двух с половиной тысяч объектов, 70 километров улиц. Сейчас на разборе завалов работает почти 400 человек. Росгвардейцы восстанавливают опоры линии электропередач, ремонтируют мосты и дороги. Только наше подразделение по дворе 20 расчистило. Ну а так, не знаю, достаточно большой фронт был, работ проведен. Вторая волна паводков добавила работы Министерства по чрезвычайным ситуациям. То есть им предстоит еще немало сделать. Сегодня в Тулуне побывал директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов. В начале рабочей поездки встреча с семьями сотрудников, дома которых попали в зону затопления. Всех людей постигло это несчастье, но и в том числе оно коснулось и членов семьи нашего ведомства. 33 семьи пострадало. Общая численность этих семей. 75 человек, из которых 27. Детишки, не достигшие совершенно ретия. Все пострадавшие семьи получили материальную помощь не только от региональных властей, но и от ведомства. Глава Росгвардии отметил, несмотря на то, что люди сами потеряли жилье, они продолжали выполнять служебный долг. За проделанную работу Виктор Золотов поблагодарил всех сотрудников и военнослужащих группировки. На вертолете облетали как раз это место, подтопление. Вы знаете, и масштаб бедствия действительно на громе. И эта работа, которая вами проводится, это действительно тяжелый труд, который вы осуществляете. Еще раз огромное, огромное вам, ребята, спасибо. Росгвардейцам, которые спасали людей, отличились при выполнении задач по ликвидации последствий ЧАЭС, в торжественной обстановке вручили ведомственные награды, а также благодарственные письма губернатора Иркутской области. Была бы моя воля, я бы всех вас наградил. Потому что каждый человек, который появлялся здесь и в Тулуне, и в других местах, где вы были, это не только человек, который физически помогал людям справиться с их горем, бедой. Это и психолог, потому что вы подходили и спрашивали, чем вам помочь. Когда люди горевали, сидели на фундаментах всей семьей, не знали, куда им податься. Сотрудники Росгвардии и сейчас оказывают гуманитарную и адресную помощь людям. Подразделения выполнили более 2000 автомобильных рейсов, чтобы доставить питьевую воду, вывести обломки построек и мусор. Личный состав помог жителям девяти городов и поселков области. Анастасия Байдракова, Виктория Малая, Александр Волков. Новости сейчас.